Писание Я передаю вам привет из Польши, от наших бывших членов общины, сейчас они проходят некие классы в одной из общин, которая у нас дружеская община, из Варшавы, они передают свой сердечный привет, и если они смотрят нас на прямом эфире, мы передаем им этот привет. Привет. Также пастора-служители из церкви в полночь, так называется, интересно, под церковь называется, а? Ну, в этот момент они за нас молятся, они нас благословляют, и надеюсь, что они приедут к нам на ретрит, который состоится у нас 30 апреля, 1-2 мая. Знаете, в этой поездке, в которой я был, я видел много интересных вещей, видел ситуации, которые меня касались, которые промаливался, и вот знаете, обстоятельства, в которых мы сейчас живем, фактически это у нас предпоследнее служение в этом зале. Следующее собрание, у нас тоже будет здесь, но следующее собрание будет последним в этом зале. И уже в течение нескольких недель многие люди молятся и присоединятся к молитвам за те обстоятельства, с которыми мы находимся. Я в последнее время активно пытаюсь призвать людей к личной молитве, молитве человека, который верующего. Мы можем молиться и практически использовать свои дарования для того, чтобы Божье Царство, оно расширялось. Знаете, часто я встречаю людей, которых практическим служением является молитва. Я часто встречаюсь. И больше всего людей, когда ты спрашиваешь, чем ты хочешь заниматься в служении, чем ты можешь служить в теле Мессии, сюда говорят, я молитвенник. Встречали, да? Чаще всего. Но не так сильно много певцов, потому что нужно иметь дар пения. Если я хочу сказать, что я хочу петь, Сережа скажет, пастор, извини, посиди дальше от меня, потому что я пою не в ноту. Если играть, то играть нужно уметь. А если даже вот служить, у нас есть ашерская команда или группа порядка, тоже нужно уметь. Правда? Нужно иметь такт, нужно пригласить, нужно извиниться, сказать, ничего страшного, прийти здесь. Здесь не нужно это делать детям. Если говорить о домашней группе, нужно уметь с людьми работать, их мотивировать, Слово Божие читать, Тору. Тоже надо где-то эти все возможности или же способности применять. Танцевальное служение или же там хвалебное, да? А вот молитвы, почти даров не нужно. Ну правда, да, вот так. Главное, чтобы было желание. И поэтому люди чаще всего берут как бы как за свое служение или как кредо, всегда я молюсь. Всегда молюсь. И это хорошо. Вот об этом хочу поговорить, о молитве. О молитве, которая для нас, как верующих людей, необходима. Людей, которых практически и употребляют молитву, им не страшно. Не ночная молитва, не ходатайственная, а общая молитва. Молитва за всех людей вообще их не пугает. Они как люди, которые говорят, всегда готов. Молиться за всех на всяком месте. И я замечал часто, я за собой замечал такие вещи. Мы с людьми общаемся, ситуация какая-то. И вдруг как бы я даю хорошие советы, даю хорошие направления. Потом встаю и ухожу. И вдруг мысль моя такая, надо помолиться. Ты дал хороший совет. Ты дал хорошее, как бы вот внутреннее слово такое, экзегетику. Да, вытащил на поверхность понятия этого слова. Но нужно помолиться. И я верю в молитву. Я верю в силу молитвы. Это часть нашего естества, часть нашей жизни. Если бы тело Мессия, включая верующих, евреев и неевреев, верило в силу молитвы, тогда бы мы бы видели перемены в нашем правительстве, в нашей экономике, в наших домах, в наших семьях. Если бы тело Мессии, на самом деле люди, которые уверовали в Бога, верили бы в силу молитвы. Не просто понятие, что нам молиться нужно и никогда не унывать. Всегда молиться и не унывать. То я понимаю, люди как бы внутренне понимают. Если я верующий, я должен молиться. Но если бы к этому просто понятию иметь еще внутреннее утверждение, что молитва, она действует, тогда у нас бы решения вопросов были намного быстрее, чем мы получаем. Как духовные личности, имеющие мудрость от Бога, а мы от Бога ее просим всегда. Я надеюсь, вы просите у Бога мудрости. Как поступать, как воспитывать детей, как себя вести в обществе. Мы мало того, что мы читаем, мы еще просим, чтобы Бог показал и дал нам способности это сделать. Как верующие люди, имеющие духовное откровение свыше, мы даем мудрые советы друг другу. Всегда. Даже людям, которые не верующие, мы готовы и способны дать совет. Но как дать совет, если ты не можешь его получить, не имея силу молитвы или познания Слова Божьего. Мало того, чтобы иметь откровение в молитве, нужно упираться еще на основании священного писания. Как молиться? За что молиться? За кого молиться? В общем-то, в общине уже вторую неделю проходит марафон. Многие члены общины берут пост и молитву по конкретным вопросам. И если вы это первый раз слышите и хотите присоединиться еще не поздно, можно прыгнуть в выходящий вагон. Еще поезд не разогнался. Поэтому, если вы хотите, вы можете присоединиться к молитве и посту, что очень важно для вообще, для созидания тела Мессии и нашего роста. Давайте вместе со мной откройте первое послание Тимофея, вторая глава, первый стих и ниже. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Мне это нравится. Что здесь говорится о том, что прошу совершать молитвы, моления, благодарения за всех человеков. Не за себя. Друзья, слышите? Говорится не о себе. Не делая благодарения о себе, не делая прощения о себе, а говорит о всех людях, и включая себя тоже. Что я имею в виду? Мы часто любим себя настолько, что фокус наш двигается только я, себя и мне, и много. Когда мы покрываем в молитве то, что необходимо покрыть, а здесь конкретно говорится в послании, за что молиться? За царей, за всех начальцев, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всякое благочестие и чистоте. Чтобы нам проводить жизнь, безмятежную, в чистоте и в благочестии. Это призыв апостола, который обращается к народу Божьему, к Тимофею, к Церкви Божьей, к Ахале, да, тех, кто уверовал в Иешуа. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. И так хорошо и приятно, когда мы молимся за людей. И Богу приятно, когда мы и угодно, когда мы молимся с верой. Мы знаем, что молитва имеет силу, которая хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому молитва является ключом к благовестию. Молитва меняет каждого из нас, чтобы благовестовать о том, что Бог сделает с этими людьми, которые даже не верят в Него. Что Бог может сделать с нами, с нашим правительством, с нашей ситуацией, на Востоке, на Западе, нашей экономикой, когда мы верим в Бога, который делает чудеса. Если мы понимаем, что молитва, она способна менять нашу сферу, нашей жизни, если мы понимаем, тогда почему, вы меня ответите на вопрос, почему мы меньше молимся, когда должны молиться больше? Если мы понимаем, конечно же, мы как верующие люди, как люди, которые живем в этом мире, которые должны зарабатывать, которые должны снабжать свою семью и запектись о ней и так далее. У нас много проблем. У нас есть ситуации, которые нужно зарабатывать финансы, которые неотложные ситуации. Иногда времени не хватает. Но я говорю не о том, что нам не хватает времени, или же тот момент, когда мы ищем себе оправдание, почему мы не молимся. А я говорю о том, что когда мы имеем возможность, а у нас она есть всегда, молиться, она всегда у нас есть молиться. Когда ты на пути твоем, когда ты на работе, когда ты занимаешься, когда ты пешь кофе, чтобы не захлебнуться, нужно помолиться. Вы понимаете, да? Говорят, что еще в ложке супа можно утонуть. Такая есть возможность у людей. Поэтому молиться нужно когда? Всегда. Мы хотим молиться, но иногда не получается. Чаще всего мы включаем прагматичное мышление, что, например, что если в этой ситуации даже Бог не хочет ничего решать? Бывает такое, да? Мы просчитали, вот это происходит, это зачем молиться? Даже Бог с этим ничего не хочет делать. я думаю, что мы не понимаем всю полноту Божьего естества. Кто Бог есть? Что Он включает в себя? Нам важно к верующим людям углубиться в Богопознание, в то, что Бог имеет для человека и приготовил для человека. Не приходило то на разум человека, не приходило то, как бы на сердце, не может помыслил человек о том, что Бог приготовил для любящих его. Также Богу, как бы первая задача Бога, зачем, вот Бог благоволит, какая воля Бога для людей, чтобы никто не погиб, включая меня. Бог заинтересован, чтобы человечество не пришло к погибели. Второе, в чем Бог заинтересован, чтобы в Него верили. Потому что написано, что без веры угодить Богу невозможно. И молитва тоже является угождением Богу. Если у Бога одна цель, чтобы люди не погибли, то Богу без веры и без молитвы угодить невозможно. Вы скажете, тогда подожди, зачем тогда Богу это все? Я вам скажу честно так, Богу ваша молитва и ваша вера вообще не нужна. Бог не питается верой вашей и вашей молитвой. Знаете, как пылесос. Вот молятся, и вот теперь буду жить. Богу этого не нужно. Он всегда был еще до вашей молитвы, Он всегда еще был до вашей веры. Верите в Него, что Он есть, или не верите, что Он есть. От этого много функций Его не меняется. Он жил до вас и будет жить вечно. Правильно? Мы тоже созданы Богом для одной цели, чтобы говорить о Божьей славе, чтобы говорить то, что Бог сделал, как Он меня искупил, потому что мы в свое время потеряли возможность жить вечно. Но понимаем, что мы получили это через Ишуа Мессии и нам дана эта возможность жить вечно. Человеку, как душу, духом, он не умирает. Мы просто решаем вопрос с Богом здесь на земле. Куда идти дальше? Вы понимаете, да? Поэтому говорю о том, что Богу наши молитвы лично и наша вера в Него не нужна. Он не питается этим. Но на самом деле это нужно нам, чтобы Он боговолил к нашим просьбам и нашим нуждам. для этого нужна вера, что Он сделает. Он Бог всемогущий. Нам нужна молитва обращения к тому, кто великий всемогущий Бог. Но я хочу вам сказать, что я понимаю так, что для многих из нас по причине молитвенного упадка, для многих, я говорю за христиан, общего для христиан, молитвенного упадка, мы на самом деле не понимаем некоторые атрибуты Бога. Слово атрибут это слово, которое как, кто Он, кто эта личность. Во-первых, мы не понимаем несколько вещей о Боге. Мы говорим, что Бог суеверен, или суверенность, извините. Мы суеверны, а Бог суверен. Мы понимаем, что это слово, хорошее слово, потому что однажды нашему государству предложили некий документ подписать, чтобы мы сдали наше все оружие массового уничтожения, мы подписали суверенитет нашего государства Будапештским меморандумом. И это был документ, который давал нам гарантии от тех людей, которые с нами подписывают документ, что наши границы, наша суверенность не будет нарушена. Правильно, да? И мы за это, наверное, сегодня и молимся. И нас возмущает, что когда-то было договоренности, которые давали нам полную независимость, суверенность общества, мы взываем к мировому обществу, чтобы нас услышали и поняли нас, и сделали нам хотя бы поддержку моральную. Но все же многие люди обвиняют Всевышнего, всемогущего Бога, суверенного Бога во всех происходящих бедах в этом мире. И мышление такое, если Бог суверен, да, Он независимый, Он делает то, что Он хочет, мышление такое же, Он делает, что хочет, чего париться, если Он делает то, что Он хочет? Правда, вот, да? И молиться зачем? Если уже происходит, Он даже не хочет всовываться в эту войну на Востоке, на Западе, везде, не хочет ничего не делать, но все-таки проблема-то есть, чего за это вообще молиться? Также многие думают, что Бог безразличны судьбы людей, видя все ситуации и проблемы в этом мире. Я знаю, что многие люди думают, как французский философ Гольбах Поль Анри, я почитаю, что он сделал такое высказывание, в котором многие люди соглашаются и живут. Никакой Бог ничего не поделает с тем человеком, который настолько неразумен, что пренебрегает общественным мнением, игнорирует предания, попирает законы и обрекает само себя позору и проклятию своих ближних. всякий здравомыслящий человек легко поймет, что в этом мире уважение и любовь окружающих для его собственного счастья. Люди так думают, что даже Богу невозможно этого человека изменить по причине того, что Бог не может и его изменить. Так что мне за него молиться, просить, умолять Бога об этом. Знаете, я молился у своего отца очень долго и он имел свое личное мнение о Боге, о вере, о спасении. И уже, будем говорить так, пройдя путь такой 15 лет с того момента, когда я ему высказал свою веру, он в конце своей жизни он пришел к покаянию. Но заняло 15 лет и молитв, и просьб, и как бы общение с ним и своей жизнью показать, что жизнь в Ешевом Мессии, как веру в человека, достойна этой жизни. Хотел бы ли я поменять свою жизнь? Нет, никогда бы не хотел. Я бы, наверное, хотел бы еще больше возрасти в Боге, познать Его, как Он познал меня на Глогосовом Кресте. И для меня это очень важная тема. Это невозможно просто объяснить, что значит суверенный Бог. Он владыка Вселенной. Он владычествует над всем и управляет абсолютно все, что мы имеем, всем тем, что мы имеем. Я понимаю, что Бог, вообще-то, имея владычество над всей Вселенной, дал человеку управлять и владычествовать над землей. Он передал ему как бы субаренду или субвладычество для того, чтобы человек был счастлив, чтобы он умножался, чтобы его Божье имя прославили в его творении. Но в свою очередь и свою бытность человечество передало это владычество дьяволу. Я уже говорил, эти слова, слово суверенитет, оно означает самостоятельность, независимость, властность, самоуправление, автономия. Бог не просто суверенен, Он единственный правитель во всей Вселенной. Он владычествует и не подается изменению. Управляет Он автономно и любое вторжение в Его Царство наказуемо. Мы видим это на примере с дьяволом. Но все же, как объяснить все то, что мы переживаем, почему наша молитва слабеет, потому что мы чувствуем, что суверенность Бога, что Он делает и как Он делает, нам не подвластна, поэтому зачем молиться, чтобы изменить то, что мы можем изменить. Я хочу сделать один пример вам, дать вам пример, почему мы должны и обязаны молиться больше, за то, что происходит вокруг нас, за нашу экономику, за наших близких, за наших родных, за наши семьи, за наши правительства, за мир, за Израиль. Мы должны молиться больше. Откройте вместе со мной Иеремия, 32 глава, с 8 по 11 стих. Это история Иеремии, которая очень интересная. Я хотел бы вытянуть из нее один духовный принцип, с которым мы с вами можем на самом деле двигаться по жизни вперед. Читаем 8 стих. Анамиил, и Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню. Во двор стражей сказал мне, купи поле мое, которое анафофе, и в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое, и право выкупа твое, купи себе. Тогда я сказал, что это было слово Господне. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, который анафофе, и отвесил ему семь клей серебра и десять серебряников. И записал в книгу, запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую. Мы говорим, используя такие мудрые слова всегда, да, о том, что вот экзегетика, что это такое. Взять нужно из контекста, который прочитан письменно, и вытащить из него некое откровение, или же распознание духовное, практическое и историческое. В историческом контексте ситуация очень интересна, потому что я хочу, чтобы вы послышали. Это когда идет речь Еремии, его кузен, или же сын его дяди, а это значит, что племянник, его отца, он просит выкупить или откупить обратно, здесь по-русски звучит как выкупи, купи, но в оригинале стоит выкупи обратно поле, на которое ты имеешь право. И по закону, по наследству, да, и по сути говорит о том, что Еремия видно вырос в семье, где он в раннем возрасте потерял отца, где при вот такой какой-то ситуации его дядя, то есть Еремия дядя, делает доброе дело, выкупает поле своего брата, то есть дает за него деньги, выкупает его до времени, чтобы семья Еремии, мать, братья и так далее могли жить за эти финансы. Но потом вопрос, почему приходит его кузен и говорит, выкупи, выкупи обратно. Причина очень проста. Во-первых, Еремия, он вырос до возраста, который был способным уже сам использовать это поле. И по закону, и по праву, когда при возрасте юноша мог иметь способность уже зарабатывать, то есть жить от поля, он должен был вообще как бы это поле получить обратно бесплатно, потому что это его право по закону, когда написано запечатанное, да, вот, купчие и открытая купчие. И в этой запечатанной купчии это земли, которые были записаны, или книга, в которой были записаны распределения по И во время Иисуса Навина, какой семье принадлежал какой участок земли. И это шло по семье, семейное поле, оно проходило от одного по другому и не могло по-другому быть, оно должно было переходить только так. Открытая купчие, то есть открытая книга, это книга, которая возможно было передать или продать свое поле на время и потом его выкупить. Понятно, да, вот? И здесь, когда он вырос, уже взрослый стал, он мог получить это поле бесплатно, фактически, должно было перейти, но к нему приходит его кузен говорит, выкупи обратно. Другими словами, ты имеешь это право. Здесь написано, ибо право наследства твое и право выкупа тоже твое. Право наследства твое. Беспрекословно. Он также говорит, у тебя еще право есть его выкупить. В истории Израиля было много перемен. И когда Израиль был уведен в плен, и Бог обещает его вернуть, он говорит, вы вернетесь, я возвращу вас в землю, и вы опять унаследуете землю отцов ваших. И чтобы унаследовать землю отцов, нужна была эта книга, которая говорит, с печатью, право и наследство и земли, которые принадлежали ко всем нам. Но если мы посмотрим через призму искупления всего человечества, потому что книга Божьего Писания и Тора и Новый Завет это проекция искупления всего человечества. Она не только имела исторические данные и те обещания, которые Бог дал для Израиля, эти обещания и проекция через Священное Писание продлевалась или давалась всему человечеству. Давайте посмотрим, в этом отрывке какое и мессианское будущее, какая искупительная часть этого отрывка. Если мы вспомним, а я уже говорил, что земля это была дана человечеству как унаследовать и ее управлять, ее пахать чтобы могла приносить плод. Это было дано Богом человеку Адаму и Еве. Помните, да? Писание говорит очень просто. Вся вселенная и земля особенно поднож женок его Божьих. Но в свое время Бог дает Адаму и Еве право унаследить, то есть открытую купчую, открытую книгу, чтобы переписал на них землю, которую возделывать эту землю, которую я сотворил. Она моя, но я тебе даю ее в использовании. У Бога осталось право всего у наследия. Человек не смог устоять не то, что перед искушением, а неким испытанием, которое дьявол устроил для него, для человека. Бог, видя это, предусмотрел это все, и фактически не дал ему полное владычество, именно творение, а передал ему управление. Мы потеряли наше право на правление этой землей через грехопадение. Я вам скажу один момент. Ешуа, когда был искушаем дьяволом, помните в пустыне, помните, нет? Катя Матфея 4,8 где-то там говорит, посмотри, он взял его на высоту, посмотри на царство земли, посмотри, все это, что дано кому? Мне дано. Слышите? Мне дано. Какие добрые передали ему владычество. Еще одна тема, вы знаете, что Ешуа не спорил с этим? Он не оспаривал его право на земли и князей и народы. Не оспаривал. Он говорит, по праву это твое. Но что-то произошло. Что-то происходит. Да это вот пришел Ешуа, чтобы что-то сделать. Несмотря на то, что Бог суверенен, он владыка над всем. Он посылает своего сына, который имеет полное право наследство забрать вот так. но делает выбор, как делает Еремия. Это пророческий, мессианский, с откровением для всего человечества. Он не просто имеет право выкупа. Он говорит, я хочу заплатить за это. И Еремия платит серебром. За жизнь Ешуа и за нас с вами было заплачено тоже серебром. Серебро всегда означает искупление, выкуп. Ешуа не просто имел возможность забрать. Вот поэтому он говорит, если бы я захотел бы, я бы просил отца своего, он бы дал пару так, где-то 75 тысяч ангелов, так немножко. Я думаю, мне хватило бы. Но добровольно мое право выкупа остается за мной, потому что я первенец. Еремия был первенец. Говорит, я это право оставляю за собой. И знаете, одно место писания, которое меня очень вдохновляет, книгу, которую я не сильно люблю тактовать или же истолковывать, не берусь, потому что там в этой книге единственное написано, кто добавит или он оттуда уберет, и имя того человека будет из книги жизни вычеркнуто. поэтому откровение Иоанна не пытаясь толковать и надеюсь, за это не буду наказан Всевышним. Лучше осторожно, лучше войти туда. Но там есть одно место писать, которое меня вдохновяет, подтверждает ту мою теорию понимание, которое я имею. Откровение 5 глава. Смотрите, первый стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семи печатями». Помните книга, опечатанная книга? «И видел я ангела сидящего, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять с нее печати? Никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу и не посмотреть в нее». И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне «Не плачь, вот лев от колена Иуды, корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу, снять семь печати ее». Я думаю, что это та вот, тот завет, та купчая, которая с печати по наследству говорит, только он может. вся земля его теперь, его царство, его сила и его слава. Да будет это, Евангелие проповедано по всей земле, ему принадлежит это. «Я взглянул и вот посреди престола четырех животных и посреди старца стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь врагов, семь очей, которые суть, семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он снял книгу четыре животных и двадцать четыре старца пали перед акцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фемиамы, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говорят, достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени и сделал нас царями и священниками Богу нашему. Скажите, почему у нас есть тенденция молиться меньше? Когда при этом суверенном Боге мы можем молиться больше и сильнее, который снял с нас поругание, дал нам одежду праведности, назвал нас сынами и царями и священниками Богу, у нас есть дерзновение. По этой причине мы не можем говорить, что ладно, если Бог что хочет, то пускай делает и не вмешивается в это. С Ним Он дал и царствовать. И Шуа сказал о нас с вами, как о новом теле. Он говорит, я говорю тебе, Петр, на семь камней я создам свою общину и врата ада не одолеют ее. Почему для нас, как верующих людей, так хочется молиться меньше и слабее, не высказывая свое чувство и свое желание перед Богом о наших близких, о наших родных, о наших работах, о нашем государстве. У нас есть дерзновение молиться и право на имя Ишуа Мессии. Использовать его имя в нашем молитве, в наших прошениях, в наших нуждах. От Иоанна 15 глава 16 стих не вы меня избрали Ишуа говорит, не вы меня избираете кого молиться, на кого уповать. Он говорит, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое. Он даст вам его суверенность. Мы всегда часто думаем, если он недоступен, он делает то, что хочет, зачем об этом молиться. Торопа Паренон говорит слова, которые нам напоминают часто об одной вещи. И смирится народ мой, которые именуются именем моим и будут молиться, взыщут лица моего и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, прощу грехи их и исцелю эту землю, где мы живем с вами. Земля, в которой мы живем нашими детьми, нашими родителями, нашими мужьями, женами, нашими соседями, братьями и сестрами, с государством, в котором мы живем, с правительством, в котором мы живем. И Бог услышит и исцелит. Нам нужно изменить свое мышление о том, что Бог суверенен. В чем Он суверенен? Он суверенен делать то, что Он делает по Своему праву, но мы можем просить, и Бог нам дал эту худшую просить и получить необходимое для жизни. Второе, с чем мы боремся, это со словом таким как неизменный. Вот Бог неизменный. Это часто проскакивает у людей. Если Бог сказал, Он сделает. Правда? И мы должны понимать это. Так говорит Господь Авраама Исаака Якова, Я вчера, сегодня, человек и тот же. Он один и тот же, Он не меняется. Малахи 3, 6. Ибо Я, Господь, Я не изменяюсь, посему вы, сыны Якова, не уничтожены. Отлично. Я не меняюсь, и вы не уничтожены. Якова 11, 17. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, исходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и не тени перемены. Вот слово понятие такое, как Бог неизменяем, да, для нас иногда стоит преградой, но мы должны взять это слово, Бог неизменяемый, взять как хуцпух, некое дерзновение, молиться сильнее и больше. Потому что чаще всего нас это слово, оно тормозит. Мы не идем дальше, потому что мы спрашиваем, а может быть Богу это не угодно. Правда? Если Богу не угодно, значит зачем так делать? Вот что иногда люди имеют в виду, когда они говорят об этом Богу. Если Бог не меняет свое мнение, или не имеет перемен, тогда какая польза от нашей молитвы? Хочу вам сделать несколько примеров. Когда нечто менялось, Бог не меняет свою бытность, кто он есть, сущность свою, но Бог останется кем он останется, он будет кем он будет, в то время, когда тебе нужно, чтобы он был тем, кем он будет, но он при этом изменяет свое решение относительно нас и наших ситуаций. Другие слова, он праведен, он любящий, он всемогущий, он имеет благие намерения о нас, да, это Бог, но обстоятельства, которого круг нас и которые касаются непосредственно нашего народа, израильского, нашего украинского народа, где мы живем, Бог может изменить. Один пример, исход, очень интересное место, 32 глава, 7-14 стих, я буду читать много, потому что поэтому здесь очень интересный момент, и сказал Господь Моисею, вот же выход, исход произошел, народ сделал Пасху, вышли с поводной, поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской, интересно, правда? что-то мы думали, что это оказывается вроде бы божий народ, а то сам Бог говорит, после того, что они сделали, начали слушать другим богам, скоро уклонились они от пути, которые я заповедал им, сделали себе литого тельца, поклонялись ему, принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской, и сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламениться гнев мой на них истреблю их, и произведу множественный народ от тебя, слова Бога, его решение, он говорит, секундочку, народ, который выводили, это твой народ, твой народ, он быстро извратился, и вот теперь от тебя я сделаю народ, как мы видим Бог намерен что-то изменить, но здесь происходит нечто, но Моисей стал умолять, он начал молиться, Господа Бога своего сказал, да не воспламенеет Господи гнев твой, на народ твой, Слышите? Как нужно молиться, когда тебе говорят, это твой народ, а ты говоришь, Господи, это твой народ, это твой народ, и отцы паства твоего, это твой народ, Украина это твой народ, Болгария твой народ, узбеки, американцы, латыши, твой народ, у нас есть возможность молиться, которую ты вывел из земли египетской силой великой и рукой крепкой, и отменил, что Бог сделал? Он что, изменился? А? Он же сказал, должен сделать, вроде бы так, что сказал, и то сделал, как у нас есть выражение, пацан сказал, пацан сделал, а тут нет, он сказал, что вот, я сделаю то, 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 намерения такие-то, такие-то, и умолял Моисей, молился перед Богом, я не знаю, сколько это было, не знаю, как нужно было долго молиться вот этой молитвой, но здесь написано, что Господь отменил зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой уже, на народ свой, интересная тема, потому что в других переводах есть еще одно, помните, когда развертился народ до потопа, и Бог говорит, я раскаялся, я каюсь, что я вообще их создал, потопим их, помните, да, ситуацию, вот здесь то же самое слово используется, слово, которое мы используем здесь отменил, да, там слово используется раскаялся, часто люди говорят, что вот слово раскаяние, тшува, это шел в одну сторону, повернулся, идешь в другую, и часто связано это с грехом, да, в действительности в большинстве случаев это слово покаяние, имеется чувство, которое ты совершая грех, должен его оставить, повернуться в другую сторону, но здесь в отношении Господа не существует слово греха, а в том, что есть то есть раскаяние о том, чтобы изменить свое свое мнение, Моисей молился Богу, и Бог изменил свое решение, молитва может менять решение Бога по нашим обстоятельствам, и это важно понимать, очень важно понимать, слово покаяние это не только совершение тшувы, это также изменение своего мнения о чем-либо и не совершить зло, которое было в наших мыслях, у многих людей есть такое, правда, ты помыслил о чем-то греховном, такое вот, ты говоришь, нет, я не буду, я меняю свое мнение, повернулся и ушел, ты даже к этому не прикасаешься, ты поменял свое мнение о чем-либо, Бог изменил свое мнение об этом народе по молитве Моисея, еще один пример, который нам очень известен, я хочу, чтобы мы запомнили этот пример, это книга Ионы, кто помнит такую книгу, а? Три человека, все остальные, мы даже в детском саду его читали, Иона, внутри, кита, я не знаю, какого кита, но хорошая была рыба, путешествие в желудке называлась, вот, Иона принимает слово от Бога, идти в Неневию, провозгласить, что будет вообще, как бы, суд, если вы поймете, я не знаю, при чем здесь Неневия, это были вообще враги для Израиля, но что-то там у Бога имело какое-то отношение к этому народу, он говорит, иди и скажи им, что они будут разрушены, уничтожены, Иона убегает, Бог возвращает, и вот, тот проповедует, говорит, кричит, покайтесь, эти люди, смотря на его смелость, наверное, еврея, если пришел еврей, то точно, наверное, какие-то события будут, да, пришел к нам, значит, надо что-то подумать, что-то не так, итак, и увидел Бог, это 3 глава, 10 стих, дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел, секунду, ты посылаешь пророка, твое слово должно исполниться, то, что ты сказал, ты сделаешь, но в какой-то момент, и Бог меняет свое решение, мы говорим о слове, которое мы привыкли говорить, это слово неизменный, да, Бог неизменный, я говорю о тех вещах, которые Бог меняет, и, наверное, верующему израильтянию по имени Иона было радостно, что Бог помиловал врагов, правда? Нет? Вспомним детство, нет, Иона сильно огорчился этим, и был раздражен, мало того, что ты огорчился, а ты еще раздражен, что те люди не погибли, вот это было 5D был посмотреть, что происходит, а тут разочарование приходит, Иона сильно огорчился этим, был раздражен, и молился он Богу, сказал, Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей, почему я и бежал в Россию, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии, я знал, поэтому бежал, а ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить, знакомые, да, слова, мы хотим сильно умереть от стыда, когда мы говорим людям, что не нужно это делать, а то Бог покарает, и так далее, мы даже слово от Господа людям говорим, а люди потом меняются, да, или даже не меняются в наших глазах, но с ними то не происходит, и нам бывает так стыдно, что мы ходячие пророки, пророчествовали людям, а оно не сбылось, правда, ой, как тяжело, хоть бери, говори, Господи, забери меня, уже, если ты не его не взял, возьми меня, чтобы мне это не видеть, это все происходящее, горечь такая, вот что еще происходит в жизни многих праведных пророков, мы понимаем, что сел под кустик, да, который вырос за дну, за одни сутки, или то за день, и в прохладе дня он жил, когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить, и сказал Бог Ионе, неужели так сильно горчился ты за растение, он сказал, очень горчился, даже до смерти, когда тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которая в одну ночь выросла и в одну же ночь пропала, мне ли не пожалеть Неневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не имеющие, не умеющие отличить правой руки от левой и множество скота, Бог менял свое мнение, Бог не меняется своей любви, Бог не меняется своей милости, Бог не меняется в своем сострадании и Бог не меняется в своем благословении, Он желает проявить свое милосердие каждому человеку, Бог не изменился в своем вот кто Он есть, не меняется Бог в характере, но Он меняется в своем приговоре, и мы знаем еще есть много-много тех мест, где мы видим, где Бог менял свой приговор, Бог ищет людей, которые будут верить Ему, в том, что Он милосердный Бог, который хочет помочь изменить планы народов, Бог хочет ищет людей, которые будут верить Ему и будут вместе с Ним стоять в молитве, молитва способна изменить многое, даже планы Бога, мы видим это в результате покаяния и молитвы Моисея, Он ищет людей, которые согласятся с Ним, с Его планами, чтобы никто не погиб, и часто бывает, как пишет Иезекииль 22 главе 30 стих, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы передо мною, в проломе на сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Я верю, что Бог сегодня к нам обращается, чтобы привлечь нас к молитве и сказать, что нужно убирать те стереотипы, которые мы имеем о нем, его желание, чтобы весь народ спасся. Когда я прихожу на молитву, особенно общую молитву, я понимаю, что там должны быть люди, которым больше всего нужна молитва. Я понимаю, что там нету людей, которые нужны ответы от Бога. И я хотел бы им сказать, ой-ой-ой, как вас Бог любит. И на самом деле их Бог любит. Он Бог милует и предупреждает. Нет причины, чтобы не молиться. Нет причины ни для кого, из верующих людей, чтобы сказать, я не имею времени. Нельзя найти причину, чтобы не пойти молиться или присоединиться к молитвенному туру, тому, чему Бог призывает. Если мы не изменяем наше состояние по отношению молитвы, нам будет сложно. Я хочу сказать, что всякое отношение к молитве, особенно безразличие к молитве, всегда приведет к возрастанию. То есть пробьются ростки неверие, сомнение и уныние. Как только ты начинаешь иметь безразличное отношение к молитве, всегда придут уныние, сомнение, неверие. И знаете, дай Бог, что мы только просто устали, и как бы так нужно отдохнуть немного. Дай Бог, это будет минимальное, что мы можем перед Богом оправдаться. Но каждое безразличие к молитве приносит свой плод в 30, 60 и 100 крат. Если мы только лишь заснули, тогда, конечно же, мы понимаем и оправдание самого ионы. Но Новый Завет говорит нам по-другому. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Это призыв ко мне в первую очередь и к вам. Нас ожидают много перемен. Перемен хорошему. Если мы будем молиться, стоять вместе в вере о переменах, которые мы ожидаем, тогда мы их получим. Но если многие люди, которые верующие, считают, что они только унаследуют, не прилагая усилия, потому что только унаследуют благословение и процветание, или же успех своей жизни, то мы глубоко ошибаемся. Мы можем не дожить до того времени, когда мы увидим это благорасположение и Божье благословение. Я хочу вам сказать, включайтесь в молитву, и мы увидим результат. Обязательно увидим. У нас в общине уже началось две ночных стражи, ночных молитв. У нас в общине есть общая молитва, которая проходит каждую среду, вы всегда можете присоединиться и молиться на ней, не просто слушать, как люди молятся или же участвуют. У нас есть молитва перед служением, которая также необходимо подключаться и возрастать в этом, поэтому мы тоже приглашаем вас. У нас есть молитва молодежного служения, а также у нас открывается молитва матери, а у нас эта молитва матери много может делать, особенно как праведная, много может усилена молитва праведника, поэтому я бы хотел бы сегодня, чтобы мы стоя на наших ногах, обратились к Богу с той просьбой, чтобы Он указал нам, что препятствует на самом деле нам усилить свою молитву, что нам препятствует или же чем мы не хотим жертвовать, а для того, чтобы быть участниками общей молитвы, молитвы с постом, который идет, ночных молитв, поездок, который у нас есть несколько раз в году, что препятствует, или же мы себе сами накручиваем, предполагаем, какие могут быть препятствия, или же расстояние нас сильно смущает, холода, которую мы не можем пережить, насморк, который может быть исцелен прямо там, на месте, чем мы не доверяем Богу в наших молитвах, почему меньше стало желания молиться, верить в Него, знать Его, Его суверенность, Его неизменчивость, в Нем мы получили все, по всему молитесь, Ишуа говорит, молитесь так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, на небе, хлеб нас насущный, подавали на каждый день, прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не дивно свое искушение, но избав нас от лукавых, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки, аминь. У Него это купчие по закону и по праву искупления. Давайте доверимся Ему с нашими детьми, с нашими близкими, родными, с нашей экономикой, с нашими обстоятельствами, которые у нас давайте доверимся Ему. Чем мы можете изменить обстоятельства, так вот, если взять прямо? Ничем. Но и опускать руки у нас нету причин. Давайте встанем наши ноги. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова